В зону отчуждения пришла красавица Золотая осень. Практически все деревья сменили зеленую одежду на желтую, местами огненно-красную. Привели меня сюда непредвиденные обстоятельства, и я вновь должен прибегнуть к выживанию в землянке в Чернобыле. За время моего отсутствия зона очень изменилась, и я вынужден был перебраться в заброшенную деревню, где мне предстоит обустроить себе жилье и подготовить заброшенный дом к земле, при этом не забывая об опасностях, которые скрывает Чернобыль. Друзья, вот он, крайнее село, перед забросом в Чернобыльскую зону. Уже к утру я надеюсь, буду возле землянки, поэтому еще раз катаюсь в рюкзаке и через картон бегом пожевать на удачу. Это село находится не в зоне, оно уже полностью вымершее, здесь не одной целой хаты, и надо быть очень аккуратным, чтобы меня не запалили со старта. Походя табличка, что дальше, радиоактивная зона, что дальше без фонарей, погнали. Ну, ребят, вон, видите, смотрите, трактор, походу, уже чуть не запалил. А время уходить в лес. Как вы уже поняли, перебираешь ли Чернобыль-землянку, кто ждал, ребят, с каждого по лайкосу, по комменту, но вы слышите эти звуки? Просто с самого начала, вот я перенесек колючку, прошел километров в 5-6, уже почти до года землянки, кто играл в сталкер, тот помню, что там повсюду были военные, военные, короче, были почти самой сильной группировкой. Вот сейчас то же самое, повсюду, ребят, куча патрулей, куча всего, ну, просто жесть. И, я не знаю, мне из-за непрерывных обстоятельств пришлось, ну, приехать, жить куда-то, там и меня не найдут, и я, конечно же, выбрал Чернобыль. И сейчас я направлюсь в землянку, и просто уже, это, к счастью, было не патруль, это какие-то вроде работники зоны, но если бы они меня запалили, ничем хорошим бы это не закончилось. Родные места, землянка закрыта, но вы слышите, он прям совсем рядом катается, такое ощущение, что здесь что-то прокладывают, либо дорогу будут прокладывать, либо еще что-то. Просто послушайте эти звуки. И это просто каким-то чудом не запалили мою землянку, смотрите. Цена места. Ну, ребят, вообще, вообще, все идет не по плану, поэтому кто ждал выживания, и кто ждал Чернобыль, с каждого по лайку, с каждого по комменту, что еще хотите, что я построил, а мы сейчас будем осматривать, что случилось с землянкой почти за год. Вроде все целое. А вообще, ребят, скажу по секрету, охрана не Чернобыля, был отдан приказом менять самые жесткие меры. Я думаю, вы поняли, о чем я. Видите, немножко ослепился ход. Фух. Вроде землянка не обнаружена была за это время. Ого. Ребят, даже не открыть двери, смотрите. Песком как все. А ну, что внутри? Здесь немного надо раскопать. Ой, блин, жесть. Вы только посмотрите, что внутри. Капец, ребят. Не выдержали бревна, смотрите. Видите, свет просачивается. Ох, нету, конечно. Нету, блин, я вообще знал, что, ну, в самой землянке сухо, дрова пооставались. Но, видите, крыша провалилась. Капец. Ребят, же, здесь уже, скорее всего, жить не получится. Видите? Провалилась, прогнило одно бревно. То есть, влага все равно попадала внутрь. Несмотря на то, что я... Видите, тут я все утеплил. Тут порядок был. А тут... Блин, хана. Очень жаль. Это просто хана. Ну, что ж. Наверное, в ближайшее время придется попрощаться с землянкой. В связи с тем, что здесь либо будет класть дорогу, либо лэпки, я даже не знаю. Жить здесь все равно было бы не получилось. Однако, сдаваться не собираюсь. Раз я уже здесь, то я сейчас направляюсь в одно из заброшенных деревень. И, скорее всего, поселюсь в каком-то из заброшенных домов. Сейчас направляем сюда. Посмотрим, что можно выбрать. С вас, напоминаю, с каждого лайк в поддержку ролика, потому что сейчас как-то алгоритмы немножко сталкерский контент не подвигают. Поэтому, ребят, максимальная поддержка от вас. Лайк, коммент любой. И поделитесь с роликом с друзьями. Спасибо каждому. Приятного просмотра. Блин, ну как же красиво в Чернобыле осень. Вы просто посмотрите, вон лес весь желтый. Просто красота. Ох, я уже почти дошел до нужного места. И скоро будем искать хату. Ребят, не знаю, показалось или нет. Будет только что-то тяжелое, какая-то техника проехала. Я уже почти в целухе. Я здесь уже бывал, но еще очень давно. И в теории здесь вообще никого не должно быть. Но сами знаете, как все поменялось. И если и тут будет лажа, то это, конечно, я уже даже не знаю, что мне делать это. Да, у нас, кстати, вон дом. За ним как будто что ехало. Сейчас попробуем подобраться поближе, посмотреть. Нет, ну то, что мне точно не показалось, это 100% ехало что-то тяжелое. Наподобие сделало Урала. Поэтому сейчас, ребятки, максимально тихо буду подбираться к дому, посмотрю, что внутри. Вот он дом. И тут уже надо быть максимально аккуратными. Да, ребятки, тут я бывал. Смотрите, тут так все классно. Прям уличная печка, где можно готовить вот тут. Когда у меня газ закончится, у меня газовые баллоны собирают. Тут можно готовить, прям даже здесь. Прям как газовые баллоны. Так, ладно, я тебе потом ремонтом займусь. Колодец. Если есть вода, вообще все, мои проблемы. 70% проблем решены, если здесь есть вода. Боюсь телефон так опускать, чтобы... Да, вон вода есть. Вода. Вроде мусора особо там нет. Через дорогу еще один дом. Вот еще один домик рядом. Но нам нужен вот этот. Что тут его? А, видите, кто-то на два замка закрыл, а тут все так легко снимается. Наконец-то. Что могу сказать, в этом году осень очень теплая. И много насекомых. Я всегда, наверное, клещей 10 уже снял. Вот такой вот у меня домик. Ну, в принципе, я вам еще все более детально покажу. И, скорее всего, здесь я оставаюсь жить. Будем сейчас делать ремонт. Будем его обустраивать и обосновываться. Типичная чернобыльская хада в зоне отселения. Где еще совсем недавно жили самоселы. Смотрите, по быту в ухе у них. Ну, вот как в любом чернобыльском доме, где еще не так давно жили самоселы. Кстати, не знаю, почему их назвали самоселами. Звучит как сам осел. Я бы их назвал как-то самопоселенцы, что ли. О, тут мыши погрызли. Печка, печка, печка. Ух ты, даже на заслонке. И вон заслонка есть. Печка вообще в идеальном состоянии. Такое ощущение, что ей пользовались все время. Диплом, наверное, того, кто тут жил. Вот такая вот стенка с часами. Прикольная что-то типа картины, только не знаю, что это. И, ребята, это такое ощущение, что вот этот Ливодийский или какой-то дворец в Крыму. Ну, кто шарит, отпишите в коммент. Очень похоже на Крым. Ну, очень, очень. Здесь мало чего осталось такое. Какая-то непонятка. О, даже свечи есть. Кстати, забыл свечи купить. Тут есть. Это отлично. Так, вот эти вот комнаты. Тут тоже куча своего, да. Ну, я тут, ребят, бывал больше года назад. Даже видос вам снимал. Но, в принципе, с того момента ничего не поменялось. Я так понял, тут даже не мародер, никто не был. Я думаю, вы уже поняли, что остаемся мы жить здесь. Мне очень нравится здесь веранда. Однако из минусов нет окон. Поэтому, если я все-таки как планирую, что есть до зимы, вот эти двери будут закрываться. Жить я буду непосредственно в этой комнате, потому что она самая такая теплая. Она уже печи. Из минусов здесь, конечно, окна. Стекол нет раз. Нет стекол два. Но, у меня с тобой есть инструмент, немножко инструмента, который мы сейчас будем сочинить. Из плюсов, мой друг, который раньше работал в зоне, он сейчас, конечно, свалит за границу, его фиг достанешь. Но, он не дал контакты. Человек, который, в принципе, не может до колючки все это довозить. И, буду бегать на колючку. До Чернобыльской колючки, наверное, километров. Я даже не буду рископану, что не полетенеться. Но, не толковать часа полутора, но пешком идти. В этой комнате, возможно, в будущем сделаю ремонт. А эту я оборудую под склад. Так что, ребятышки, ставьте лайк. Пишите ваши идеи, как здесь можно все обустроить для жилья. Мои мысли вы уже услышаны. Как я вам уже говорил, что некие обстоятельства меня вынудили, можно сказать, так заречься, но. Ну, как видите ли, в землянке на данный момент точно жить нельзя. Но, вообще, есть такое знание продолжения. Если вы строите эту землянку, то строите ее где-то здесь, недалеко, где-то села. Потому что, во-первых, это был беспаленней, чем хата. Во-вторых, в хате полно инструментов. То есть, я могу просто разобрать шкаф, могу разобрать забор, надо искать себе досок бревен. И куда проще, куда быстрее, куда лучше сделать землянку. Поэтому, если вы за землянку, это вариант почти в комментарии. А по поводу дома, здесь у меня такая, знаете, первая перевалочная база, где я смогу, ну, пока не запаянная, даже жить. Потому что здесь есть печь, здесь есть все необходимое для выживания зимой. И убрали на комнату, я до всего не отправлюсь. Здесь уберу на виду порядок. Утеплю окна сегодня. И, наверное, начну растапливать печь. Потому что, кто, в принципе, веселых бывал, кто вообще знает по печам, вот такие вот печь, их надо топить всю зиму. Если у вас потухнет, можно сказать, сжаркой, сэндовать, то ее потом очень тяжело растопить. И, в принципе, она приходит не в годность, поэтому все время за нее надо следить, все время надо ее топить. Ну, и, скорее всего, я здесь очень прожил, и мне никогда не хочется спать. Хотя, ребята, вот этот шелк, смотрите, шелк, этот шелковый просто я оставлю. А это пока выйдем в соседнюю комнату. Знаете вообще, за что я обожаю зону? Если ты тут порядочный сталкер, ты найдешь все, что тебе нужно. Вот мне нужен был веник, нашел в этой хате два. Поэтому надо ко всему относиться бережно, в зоне с уважением, и она тебе, в принципе, даст все даже вплоть до еды. Вот, ребят, реально, если честно, вот эти все книги, сталкер, фильм, сталкер, там, игра сталкер, оно что-то имеет общее с реальностью. Поэтому, кто просек, тот это все понимает. И поскольку мне надо на ночлега успеть хотя бы просто обустроить комнату, то весь мусор, ребят, я посношу в соседнюю комнату, а потом уже завтра-последавтра, в ферднях, весь его отсюда выгребу, на улицу, в погребы или подыщи. Ребятки, буду хвастаться, тут тоже немножко прихожей убрал, обнаружил, что есть в доме группка, то есть, ну, а эта комната минус, она не отапливается, вот, в случае чего, здесь будет хорошо тепло, она маленькая, небольшая, и тоже можно подстроить под какой-то склад, и пожилет. Сама моя комната, где буду жить, выглядит вот так вот. Сейчас займемся окнами, обнаружил интересную деталь, вот такие вот спички еще, времен, не светская сезон, 2001 года спички, сейчас мы попробуем их, разжечь-пожечь. Всегда интересует традиционный фон в Чернобыле. Но, это пределы нормы. Норма это 0,3 миквальзиверта на час. Поэтому, здесь можно жить спокойно. Ну, 23 года спичкам, сейчас проверим. Прикол, 23 года, ребята. Свечки, думаю, еще больше. Получается, немного еды на 4 дня, даже не на 4 дня, а на 2 дня, с тем, как я максимум экономить буду. Кофеечек, который мы сейчас заварим, моя салкерская плитка и вода. Вот, все, что у меня с собой есть, ребят, больше ничего не мало. Ну, конечно же, монтажная пена, потому что монтажная пена и скотч, это везде можно с ним сделать ремонт. Восполнен силой. Ооо. А пока ковеечек заваривается, я займусь окнами. Обычно салкерами решают вопрос это с помощью скотча, но я как-то немного продвинути и пошел путем. И все это сейчас мы застеплируем. Из плюсов, ребят, помимо того, что сейчас я позаделываю все дырки, у меня еще и будет светомасферовка, которая очень нужна в Шернобельской зоне. А тут тем временем кофеечек закипел у меня. Ну что, тут даже есть ложки и вилки, чтобы вы понимали, насколько это козерный набор. По-человечески чашек не взял, из этих чашек шуток пить не кофе, поэтому все-таки в пиалок буду сорвать. М-м-м, кофеек прикольный. А ну-ка. Наконец-то, блин. Наверное, уже кофе неделю выпил. Честно сказать, очень квадратное освещение. Вот сейчас здесь три лампы работают. Буду потихонечку переходить на эконом режим, но, видите, я вот здесь делал окна и вообще все стало отлично. На помощь приходит монтажная пена, которая я и землянки на меня очень сильно пообладает, кто-то вам поможет. Это я уже... Теперь самое время похвастаться вам, что я сделал. Моя чернобыльская хата. Ну, заделал я окна, видите. Такая вот щель одна единственная осталась, но я думаю, через нее если вдруг и больше трезть, я ее вот этой ватой, наверное, забью. Тут вообще все в идеале. Нигде щеления нет. Поэтому окна заделаны, окна утеплены. Спать я буду тут. Там у меня ну, реально красота, ребят. Ну, это заслуживает лайка. И прихожая тоже. Двери закрываются. Не на замок пока что. И, к сожалению, с этой стороны их никак не допилить. Поэтому я думаю найти какую-то веревку и подвязывать их к этой тумбочке. Ну, короче, чтобы ко мне вообще никто не пробрался. И сейчас будем разбираться с печью, а также искать, что мне надо. Поискать, что я могу про питание и тому подобное. В теории, если сюда притащить аккумулятор, то я могу все это запитать электричеством и у меня будет полноценный здесь свет. То есть сюда в разведку провод папа-папа кинуть от аккумулятора через инвертор. Что приглядело, у меня оказывается на участке полным полмодров. Правда, ни порезатых, ни поколотых, ни топорок на зоне. Поэтому сейчас буду искать, но закажу у своего друга, что привез мне еще топор. Потому что вот уже буквально пару дней и на этой кухне готовить не получится. Знаете, все, чем пленец осени в том, что сейчас должны быть яблоки, груши. Конечно, ими сильно не наешься, но там, знаете, перебить жажду, перебить какой-то легкий голод можно. Поэтому сейчас я немножко аккуратно прислушивался. Вроде никого, ничего нет. И я сейчас справляюсь на поиски провизии и каких-то дров. Поэтому, друзья, сейчас такое заодно обстрелом отбеременье, потому что как сейчас здесь обстановка, я даже не знаю. Даже летний душик был, а вот тут проходит сельская дорога, по которой иногда ездят. И сейчас я попробую как-то в тот соседний дом перебраться. В бонях вообще ничего не мало. Я думаю, это от того, что здесь нет людей, за ними кто не ухаживает, поэтому они и без плодов. Обычно так оно и происходит. Видите, как все уже заросло, все разрушено. Сейчас попробуем пооткрывать, посмотреть. Может, есть дрова какие-то? Ого, посмотрите оно. прям заколочено как будто. Вон какие-то дрова валяются. Смотрите, яблок у него вообще ни одного яблока нет. Но очень красивый дворик был когда-то. Здесь когда-то жили люди, я думаю, еще лет 10 назад точно в самоселах жили, но видите, в какой-то момент их просто не стало. И вон. О, закрыто. А не, открыто. Я уже думал, прикиньте, реально, кто-то позакрывал на замок дома, интересно, зачем. Смотрите, ребят, ну это, ну это реально где-то 2000-е года. То есть здесь самоселы жили. А, нет, здесь давно никто не жил. Тут прям печь развалилась. Но это точно явно 2000-е года, потому что Макдональдс, не знаю, когда он появился в СССР, Макдональдс. Вот. газеты относительно новой. Ох ты, крыса, нифига себе, крыса. Крыса мне поймать. Крыса мне поймать быстро. Откуда здесь крысы? То есть, если есть крыса, значит, есть чем поживиться. фух. О, ребята, ну, это уже явно давно. Очень давно печка развалилась. То есть, я думаю, здесь лет пять минимум не было людей. Молитва, отче наш. Вон какие-то посуды. Каша. Ребят, каша. Я же говорил, что зона, зона не даст пропасть. Эту кашу я забираю. Точно. А что, еще есть тут? А больше ничего нет тут. Каша с нами уезжает. Блин, какие-то консервации может. О, это тут. Да, какой-то, знаете, переход сверху вниз. Одежда есть. То есть, в случае чего, даже можно одеться будет. Мне лично нравится. О, кардиган, смотрите, какой прикольный. Вот этот кардиганчик, я, наверное, возьму себе или шубу взять себе вообще, слушайте, ну, шуба женская, походу. А кардиганчик можно будет взять себе. А тут у нас что? Ну, все такое прямо аккуратное, красивое. Такое ощущение, что здесь, ну, вот, посмотрите, даже пыли нет. Хотя, тут пылюка, а тут внутри даже пыли нет. Оно очень давно закинуто, а выглядит как будто совсем недавно. Я очень хочу себе какой-то чернобыльский кардиган, который будет у меня. Вот этот, мне очень нравится, очень теплый кардиган. Вот этот кардиган, это даже плащ-пальто. вы поняли, еще мне, да? Короче, плащ-пальто, не знаю, офигительный капюшон встроенный. Прямо знаете, как на крутых американских военных куртках. Да и только, о, этот кардиган мне очень нравится, он теплый. Ребят, очень теплый кардиган. Слушайте, этот кардиган точно забираю. Классный кардиган, и беру с собой кардиган. Мне очень нравится кардиганчик. Он тепленький, мягенький. Видите, зона, когда ты к ней с уважением, то она и тебя одаряет. У меня есть классный кардиган, и овсяная каша. Вот мыши пытались все прогрызть, но я думаю, ее есть можно. Сейчас мы ее немножко запарим. И знаете что? Весь хабар я буду, наверное, стаскивать к себе туда на базу. В принципе, по-сталкерски я готов, что называется хабар. То есть, мы сейчас немножко походим, пособираем хабар, и все постаскиваем, и уже будем дальше распределять, что с ним делать. Вот, ребята, о чем я говорил. У меня там выселенная хата. Сейчас мы зайдем ее, посмотрим. И тут, смотрите, фон вообще минимальный, а полным-полно яблок. Вот сейчас я их насобираю, себе сюда в карманчик, вот сюда, и будем их кушать. Они очень маленькие, конечно, смотрите, вообще малюсенькие, но фона здесь нет, поэтому можно их пособирать. Ну, тут в хате самой даже ничего, смотрите, она выселена, мне кажется, была еще со времен аварии. Видите, она самая-самая типичная Чунобольская хата, вообще ничего не мах, ничего не уцелело. Ребятки, тут вообще прям красивые, здоровые яблоки. Сейчас дозиметрический контроль проведем, и вон, видите, пообрываем их. Тут прям такие здоровые, нормальные. Да, такие, знаете, грустные осенние пейзажи, но за это я и люблю осенний Чернобыль. Вот такие вот атмосферные, все желтое, красное, горит. Некоторые деревища зеленые, потому что сейчас только конец октября, и такая красота в зоне отчуждения. Ну, из плясов, я уже знаю, здесь есть две хорошие яблоньки, и в принципе, прям на корняк с голода не просто было бы неплохо еще найти что-то с дровами. Но если нет, то буду уже раздорать какие-то старые дома, пускать их на дровах. Еще одно яблонько, но это уже, походу, все. Да, ребят, этот дом, думаю, этому недолго осталось, смотрите. О, чуть не провалился. прикол. Такой выход никуда. Ой, там немножко дровишек, но вообще мало-мало. Вот мне бы такую печь с отсеком под дрова. Я, честно, знаете, не представлял, что чернобыльские овощики будут такие вкусные. Такое сладкое, сочное-сочное. Сочное-сочное. Наконец-то. Так, в принципе, ребят, немножко я походил, пособирал хабаря, но такой чуршим. Каша, кардиганчик и яблоки. И если я не придумаю и до завтра, как выбирать из колодца воду, то у меня воды не будут вообще. А вы, друзья, если видите, что можно такого еще прикольного придумать, или я что-то вдруг там могу напутать, пишите все в комменты. Будем вместе. Ну, вы мне, на самом деле, реально очень помогаете, когда с крутыми идеями для выживания. Я сейчас, наверное, буду искать дрова, которая возле меня есть, расслаблять печечку потихонечку и готовить закосну, потому что уже будет темнеть, уже начинает дичьереть зоне. Так, ребят, вот печечка. Что-то делает этот тюк, мне интересно. Прикол. Это не утюг даже, это какая-то непонятная штука для белья. Вот еще одна такая же, смотрите. А, это что, выгребать с печи. Вот оно что. Да, это что, выгребать за лу с печи, наверное. Тут уже у меня, походу, водичка закипела. Да, супер. Сейчас будем заваривать. Ну, ем я один раз в день, но большую порцию. получается, две упаковки в раз в ясне. Я знаю, что многие из вас скучают за моими кулинарными рецептами и шедеврами, но это все будет похоже, когда уже немножечко я здесь обживусь, потому что, сейчас, видите, я только начал обживаться и мне бы немножко хоть привести в прорезь дом. Позреть его, сделать здесь электричество, а потом уже буду вам какие-то шедевры кулинарные. Пока, кстати, что хотите, что я приготовил, все пишите в комменты, приготовлю, расскажу, поделюсь рецептом. Провал мне вот это вот, потратил минут 15, чтобы наседать вот это. Вот это меня, как подписчики, учили, что поделили нам пакетами в печах, печи в селах, точнее, распалил в деревнях. И вот тоже подсобирал вот таких вот досок. Они, конечно, жара нормально не дадут, но такое, еще не зима, недостаточно этого. На крайняк зимой пойдет вход вот такие бочки. Вот такие бочки, мы, ребят, когда в селе рассох от холода прям помирали, вот эту бочку разобрали на дрова и согрелись, и на нас реально спасло. Люблю осеннюю зону, в разное время суток она выглядит по-разному. Видели, как все было ярко, красиво утром, когда я сюда пришел, как все вечером, сейчас тускло, темнеет уже, вот вечереет и все так сразу серое, тусклое стало. Сейчас волков в Чернобыле стало больше, единственная защита от волков у меня это, у той грушечной мачете нельзя посчитать на защиту на самом деле, но что есть, то есть. Там леса начинаются, чернобыльские, а в той стороне уже идет граница зоны и тоже леса. Поэтому, ребят, вот так вот буду я выживать. Мне очень нравится, вот я выхожу со двора, вот выехал с двора и просто красотень. Это знаете, как Цой пел, а вокруг красота. И, кстати, знаете, сейчас вам тоже расскажу, будет полезно, ребят, кто ходит по лесам, по полям, вот на таких колосках прячутся клещи, вот они сидят тут, если я найду сейчас, покажу, и поэтому, когда ходите по полям, особенно, то потом внимательно осматривайте себя. Ребята, напишите ваш вариант в комментариях, какой вам больше нравится формат видео, такого живого, как этот, либо какой-то синематик, чтобы знаете, офигенно киношное качество, киношная картинка, и вот так вот все покинулся на снимать, ну, либо вот так вот, более живо, более, вот, знаете, в логово, просто поживание в чернобыке показываю, ваш вариант в комменты. Немножко только что выпал, смотрите, что оказывается, я поселился в доме чернобыльского ликвидатора, потому что нашел у него вот такую вот штуку, подпись Малину 1 на память ВВС М60, вот такой вот логотип, Толику от Витька, вот такой, что-то ми-8, не знаю, что с вертушкой, похожа на ми-8, 730 дней, это, по-моему, дембель, означает, цепочки вот такие, ну, честно, не знаю, не буду гадать, чтобы шарит, поправьте меня, и смотрите, значок 1986 год, и как бы, как ну, типа, как взрыв, как ядерный взрыв, но не грипп, но вот, но не может быть такого совпадения, я думаю, что это подразумевает, вот, что этот дом, вот этот дом, это дом ликвидатора чернобыльского, и вот он, скорее всего, летал на тех вертушках, которые мы на барюковке видели, ну, насколько это вот просто, должно было такое совпадение, чтобы я поселился в доме чернобыльского ликвидатора, вот такие вот ликвидаторы здесь были, Анатолий и Виктор, в этом доме жил Анатолий, а Виктор, это тоже, скорее всего, ликвидатор, либо его друг, который знал, что он на вертолете принимал участие в ликвидации пожара, и такую штуку ему подарил, ну, который еще летал на вертушке, очень было бы интересно с ним пообщаться, взять в нем, прям, найти интервью, чтобы он рассказал, как на вертолетах летал в этой зоне, но, к сожалению, по состоянию дома, да и, в принципе, документов, по фотках, по всему, что здесь обнаружил, скорее всего, его уже нет, поэтому вот такая вот, знаете, частичка истории, просто она пропадет, и никто истории этого Анатолия не узнает уже. Это немножко проникся все-таки истории этого места, посмотрел, что здесь находился, смотрите, самое интересное, это медицинское училище, выпуск фельдшера, 83-й год, то есть, скорее всего, кто-то из них был фельдшером, потому что здесь также и мужчина, женщина и мужчина идут, и вот профсоюзный билет этого Анатолия, комсомольский, профсоюзный, и фотоальбом со свадьбой, и, если он реально был этим ликвидатором, пилотом вертолета, то, ну, или просто ликвидатором, я хочу же память о нем, хотя бы в моем видео сохранилась, потому что, вот, видите, во что превратился дом, никому здесь ничего не нужно, и, все. Сейчас этим занимаемся, заодно я узнаю, насколько эта печка, оправдывает мои ожидания, и работает она, ну, как бы, я тоже работаю, и забился тут вообще дымоход, ведь если в пище забить дымоход, то, ну, я никогда ее в жизни не чистил, и это будет мой первый опыт, хотя бывает, проще, знаете, чем почистить дымоход, проще найти другую хату, надеюсь, тут так не будет, потому что хату, ну, очень классно, плюс тут есть грубка, можно попробовать будет ее, еще ее разжечь. Тяга есть, хотя он, видите, много дыма выходит наружу, но это за то, что печка очень долго не топилась, если сейчас разгорится, и пойдет тепло наверх, то, я думаю, все будет окей, но пока что, часть дыма валит в хату, из плюсов, она разделена коридором, точнее, коридором, а стеной и дверями, и, есть шанс, ух ты ж, какие мутанты тут летают, есть шанс, что сейчас она разгорится, и тяга будет нормально, ну, пойдемте гайки на дымоход, ребятки, есть, есть дело, фух, ну, хотя, внутри, видите, все уже в дыму, если бы, прокоптиться тут не хотелось, поэтому, сейчас, немного пусть, ух ты ж, блин, ничего себе, главное, чтобы, не, сюда не идет дым, ребят, походу, что-то не то делаю, наверное, надо вот тут подальше запхать, потому что, как-то дым идет весь в хату, мне это вообще не нравится, ну, я не знаю, я в Чернобыле, сколько раз печи за распяливал, и все делал точно так же, и все было нормально, а тут что-то, как-то не так, просто, если туда запихнуть его далеко, то, но не будет гореть, потому что там кислорода нет, друзья, сейчас не знаю, чем проблема, очень много дыма, попер, в хату, странно, потому что, и вы же видели, с дымохода тоже прет, короче, завтра я уже полезу, полезу на чердак, потому что, смотрите, уже темно, темно, уже реально, во-первых, не по себе находиться на улице, во-вторых, ну, я очень сильно устал, поэтому, буду уже спать, а завтра утром, буду уже лезть на чердак, разбираться, что не так с дымом, да, почему, нет тяги, туда подальше протихнул, пусть он там уже, до завтра лежит, завтра по новой разожгула, там может немного печь прогреть заодно, хотя он, видите, он в дымоход же идет немного дым, частично валит в хату, хорошо, что я вот эти большие дрова не распалил, да, друзья, это молодец, что вы можете видеть, это дымка, но я настолько спать хочу, что мне уже пофиг, при этом остается, оставлять дверь открытой, из-за того, что, если я их закрою, я просто темным дымом, блин, задохнусь, поэтому, смотрите, я уже спать, завтра, продолжу ремонт дома, что это, вот в печку, надо будет посмотреть, полить на чердак, а вы, в принципе, пишите крутые дети, от Сапвельской базы, пишите, что вы думаете, стоит ли остаться жить в доме, или переселяться в землянку, и, в принципе, если вы что-то делаете не так, мне кажется, с печью, что-то делаете не так, либо она или она не справна, все пишите в комментарии, также, с каждого, кто посмотрел, по лайку, с каждого, кто посмотрел, по лайку, и, ребят, я уже буду уже спать, потому что, хотя бы, знаете, посплю минут, ну, не знаю, даже не минут, а где-то часика, полтора, сейчас будильник поставлю себе, и, через полтора, в лену, какой-то дым повыходит, и закроет двери, я уже просто, я уже просто, и, что-то, что-то, я уже не знаю, что-то, что-то, что-то,